Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем прохождение. Начнём мы с тех самых скучных квестов, которым я в очередной раз хочу дать шанс. Но очевидно, что их осталось не так уж много. Армия мёртвых. Ну, два где-то квеста, я думаю, ещё осталось. Потом можно, я думаю, задания Бруза начинать. Они, мне кажется, как-то явно поинтереснее, что ли. Так. Так, далеко ли, далеко ли? Да не особо далеко ли. Давайте сюда ныряем. И пойдём. ЗОГ ещё вернётся, он будет восставать снова и снова. И всякий раз будет повержен. Так, квест называется Армия Мёртвых. Глядишь, мы этого ЗОГа рано или поздно замочим. ЗОГа рано или поздно замочим. Погнали. Ну, блин, всё пролетело, ну ладно. О, здорово, мужики. Я мимо вас пройду, если вы не против. Ух ё. Это серьёзная заявочка. Фух, добрались. Не желая сдаваться, приспешники ЗОГа пытаются воскресить из мёртвых и его и солдат, погибших при осаде Мина Сетиля. Остановите их раз и навсегда. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что получится из всего этого. О, это прям он, что ли? Вашими стараниями я возродился, братья. Оглянитесь по сторонам. Это вы, орки-завоеватели. Это наша армия. Ни Саурона, ни короля-чародея. Их владычеству пришёл конец. Отныне править будем мы. Приспешники ЗОГа времени зря не теряли. Некромант никогда по-настоящему не умирает. Сороковой уровень на этот раз. Арена завалена телами уруков, погибших при осаде. Заготовка для армии. Ну, да. Ух, тут возни-то сколько будет здоров, если они ещё все за мной бегать начнут. Так. Ну, 10 уровня-то я должен в теории быстро завалить. Ух, тут возни-то. Всё это делать. Так, а почему-то... А, у меня выносливость закончилась. Попробуем реально постался всё это сделать. Не, не обязательно с каждым тут зарубаться в бою. Они тем более, что не смотрят даже в эту сторону. Глядишь, сканает. Наебать их. Ну да, должно, должно прокатить. Хотя, тихо-тихо-тихо. Не получится. Не получится. Вот так вот. А теперь, лыщите-свищите меня. Так, мне наверх, ребят, надо. Всё, 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 вы меня не видели, успокойтесь. Вот дурачки. Так, давайте оценим вариативность и возможность здесь по стелсу. Нет, здесь тоже не получится. Хотя, тут есть вариант поинтереснее. Так, пока они тут выясняют вопросы. Так, три по периметру мы сделали, и три осталось в центре. В центре сложновато будет, признаю. Этот не смотрит даже в мою сторону. Ну и замечательно. Как и эти пацаны, собственно. Чем я воспользуюсь? Ошеломлён он там стоит. Ха-ха. Опа. Не поймали. Я же говорил тебе, что буду восставать снова и снова. И тем не менее, ты вновь пытаешься покончить со мной. И вновь безуспешно. Простодушный ты человек. Нежить-истребитель. Даже разговаривать не может. Ха-ха. Ха-ха. Лохомоты. Так, теперь самое вкусное. Блин. Но он тоже разговаривать не может, что-то чапкает. Торговец... О, я помню тебя, кот. Торговец смертью. Да-да-да, я тебя помню. Так, а вот... Ох, нихера он меня рубанул-то. Еще попытка. Ух, ё. Офигеть, это... Его бей, когда через него перепрыгивают. Но это твои проблемы. Недоумок. Теперь ты понимаешь, не так ли? Мертвые вовсе не мертвы. Они просто ждут того, кто прислушается. Кто ответит на их зов. Когда ты перестанешь нам мешать, мы все воскреснем вновь. Не дождешься, говно-кусок. Ух, бля. Да твою мать, а. Ты че так больно лупишь-то? Блин, я не помню, как я с ним дрался. Опять. Ну все, хана. Нет, не хана. Да что ж ты будешь делать-то? Да... Перелезь ты, твою мать! Попробую скрыться немножко от него. А, я себя в тупик загнал. У нас с тобой общий враг следопыт. Да я знаю. Вот, все, наконец-то, да, я смог воспроизвести эту штуку. Чтобы вот так рывками за ним гоняться. А где он? Ха-ха-ха-ха! Какой дурак, а как я тебя нормально прокатил. Я вот той же тактикой возьму, что в прошлый раз. Предотвращать атаки буду вот этими нелепыми прыжками на него. И вот так вот рывками к нему подгонять. Цвет! Чете! Да? О! Ка? Ура! Ура! Тихо, тихо. Удалось казнь провести, что весьма неплохо. Так, сейчас будет квиктайм-эвент явно. Главное не засрать его, как у меня это получилось в прошлый раз. Ах, как ублюдок. Убей меня, следопыт. Я буду ждать среди мёртвых, а затем мы восстанемся вместе. А затем мы будем все вместе. Это Карнан. Очищенный пламенем в золо, братись. Сгори до пла и не возвращайся более. Я же говорил, следопыт. Не смерть победит, не смерть. Чё, это сто процентов у нас сейчас будет, неужели? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас я прокачаюсь и посмотрим, что у нас по проценту выполнения. Так, ваш призрак будет изуверски убивать свою цель. Ага. Ваш призрак будет истощать свою цель. Изуверски. Это будет всех отпугивать. Поэтому... Так, предметы. Выпало там что-то, судя по всему, очень неплохое. Оу-бой. Хм, сто процентов. Ай да мы, ай да мы. Выполнено, выполнено, выполнено. Ага. Так, задание Бруза. Лучшая оборона. Ну, давайте погнали, посмотрим, что это за лучшая оборона. Да, давно мы с нашим помощником этим не виделись. Посмотрим, что он нам интересного может рассказать. Блин, я в свою крепость-то не могу что ли телепортнуться? Мне обязательно пешком бежать надо. Опа. А, сетевое завоевание. Не надо, спасибо, сами это говно проходите. Ну, тут хотя бы тупо по прямой нужно идти. Не потеряюсь. Так, смотрим, посмотрим. Хорошо быть в безопасности за этими стенами. Думаешь? Мы только зашли, он сразу что-то повис опять. Ну, ща он разлагается. Мы все еще в Мордоре, здесь нет безопасных убежищ. Ну да, мы садимся. Так, друг, я прыгаю мимо тебя. А, вижу тут своих пацанов шестнадцатый, семнадцатый уровень. Да. Давайте, может, артефактик тут возьмем. Вот лежит. Где он? А, вот он. Веточка. Сейчас почитаем про веточку. Так, так, так. Веточка, веточка, веточка. Приложением. Окаменелая ветка белого дерева. Корни Гондора не просто красивые слова, ведь судьба нашего королевства тесто связана с белым древом, нашим величайшим символом. Сам Исилдур даровал нашим людям саженец, выросший в белое древо, которое пережило и нападение армии Саурона, и эпидемии, и многочисленные пересадки из-за изменения границ Гондора. Сейчас белое древо растет в нашей столице, Минос Терития. Хотя оно не зацветет до возвращения короля, как сказал мой отец. Блин, я хочу еще один. Белое древо, символ Гондора. Твоему народу в скором времени понадобится нечто большее, чем просто древо. Нормально, он, короче, там завис в этом и не смог пройти. Так, 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 вот здесь еще одна штука заныкана. О, кораблик как-то мил, давайте почитаем, что это за игрушечка такая. Так, приложение... О, модель эльфийского корабля. Мы, Гондорцы, народ мореходов. Хотя наши корабли бороздят прибрежные воды и реки редко выходят в открытое море. Но так было не всегда. Наши предки, Нуменорцы и союзные им эльфы, плавали к другим землям на кораблях, похожих на эту модель. Моряки даже говорили, что можно заплыть так далеко, что земля пропадет из виду и вокруг будет только океан. Это сложно себе представить, так что я хочу однажды убедиться в этом сама. Ладно, хорошо, пойдет кораблик. Идем узнаем, что там за квест с обороной. Неужели эльфы в самом деле плавали на подобных судах? В первую эпоху наш флот насчитывал множество таких кораблей. О, как перед нами ворота открываются. Совершенно че. Нурны, но ваш надолго ли? Силы своего урона готовятся напасть на вашу крепость, чтобы отбить область. Крепость должна выстоять. Ну давайте. Ну давайте посмотрим, че это тут. Следопыт, у нас беда. Как всегда. Не лезь в командиру с своим нытьем, пискля. Пискля? Честно говоря, брус, это обидно. А так еще и больно. Что за беда? Кажется, я ребро сломал. Ну вот что я хотел тебе сказать. На форт напали. Темный Василин знает, что ты здесь, а дверь в подземный лаз заклинила. Они прощупывают нашу оборону. И наших защитников. Брус, приготовься держать оборону форта. Это забота нашего правителя. Как его там? Меня-то на эту должность не утвердили. Ты сделаешь то, что было сказано. Да ладно, светлячок, я пошутил. Ты же знаешь, как я люблю головы отрывать. Буду защищать форт, как свой собственный. Я тоже помогу с обороной. Начну с припасов в кладовке. Надо проверить, а то вдруг их отравили. Хорошо, хорошо. Ты глупец, коли скоро думал удержать крепость в Мордоре. А если ты полагаешь, что ты и твое отремие переживет этот день, ты глупец вдвойне. Эй, ты еще более слабый. Беда с башкой. Цепь, блин, я его разберу вообще, как нифиг делать. Ну, че вы? Пытаетесь пробиться? Челядь поганая. Ну давайте, давайте, долбитесь, долбитесь. Скорее, я к вам уж там запрыгну и завалю этого хера 23 уровня. Ладно, пока они там что-то пытаются сделать. А где он? А, вот он, лошара. Я буду служить тебе, как избранный. Так, остаться сражаться за меня. Иди воюй, лошара. Все, я... Ой, а как они пробрались? Вот так, что ли? Ну, сейчас я их разберу вообще, как нифиг делать. Блин, при каждом заходе в крепость лагает. Сука, чест, говно. Бесит. Но я в паузу проваливаться не буду. Это тоже слабый на голову. О-о-о-о. Тоже будешь сражаться за меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ка-ха-ха-ха-ха. Иди, гуляй. Они целятся во внутренние ворота, если эти орки прорвутся в бастион, то там и умрут. Ещё? Ещё три лоха? Господи, ну давайте. Сгорите. Ушлёпки. Так, я пойду спасу свою одну из своих ключевых точек. А то там пацаны что-то смотрю бьются. Вообще не на жизнь, а на смерть. Ты тоже заземления боишься? О-о-о, лохопеды. Блин, дай ей сколько можно меня доставать. Я вас всех порежу, лишь бы заткнулись. Иди в жопу, лохопед. Стражайся за меня. Стражайся за меня. Двадцатую рень, вообще чмошник. Сражайся давай. Только не сгори, пожалуйста. Блин, у меня там один кровью истекает. Я, может, успею его спасти даже. Хотя странно, че он истекает там кровью. Там же здоровяк у него. Здоровье должно быть до хрена. Попробую спасти. Или он умер уже. А нет, еще истекает кровью написано. Я успею. Офигеть. Ну как такой здоровый парняга может вообще продувать? Пойду, посмотри, что они там у бастиона пытаются сделать. Я свою армию увеличил как минимум в два раза. Они вообще ни одной точки не взяли. Почему им засчитали проход вообще до самой крепости? Ну, че за бред, а? Я их вообще просто нагнул, как детей поганых. А, это в смысле я выхожу похвастаться. Кажется, это был последний. За этой атакой последует и другая. Надеюсь, мне понравилось. Ты очень достойно сражался. Говорил же, буду защищать этот форт как свой собственный. Ой, друг, ты че? Тем более, что так оно и есть. Ах ты, пес поганый. Я думал, мы с тобой кореша. Ах ты, сука. Охуеть, вы видели? Че этот говнюк сделал? Охуеть. Ну, че. Тоби пизда. Че тут еще скажешь? Ах. Область потеряна. Однако ж. И че, все пацаны, кого я до этого вербовал, под него перешли? Да вроде бы нет. Ну, блин, возьмем крепость, че делать. Это измена. Мы отобьем нашу крепость. Мы покараем этого грязного олога и всех, кто служит ему. А как насчет тех, кто служит нам? Теперь ясно, что их клятвам верности нельзя доверять. Те, кто пойдет против нас, будут повержены в назидание другим. О, круто. Приветик от Шелоп. Давайте паутину судьбы. Так, ну, подождем опять в паузе, видимо. Ты способен, чтобы уничтожить все, что пришло перед тобой. Даже в память о том, что нужно прорвать. Не думай о том, что потеряло. Думай только о том, что будет. Это история, которую Девчонный лорд говорит о себе. Это история, которая приводит к Среднему Земле. Так, ну вот так что-то вырисовывается. Но если не полностью, то это, соответственно, нам не подходит. Она училась у Саурона, как и я. Она пережила его, как и я. Значит, в этих словах сокрыта мудрость. Смотрим, что там сокрыто. Пока не будем спешить с выводами. Тот, кто хочет править, должен быть готов уничтожить все, что было до него. Стереть саму память об этом. Не думать о том, что ушло. Думать лишь о том, что придет. Таковы слова самого темного властелина. Таков конец этой истории. Истории Средиземья. Так, идем в задание. Побитый. Так. Брус еще свое получит. Его вероломство не должно остаться безнаказанным. Оно и не останется, мы его сейчас поймаем. Брус заплатит за свое вероломство, ты говорил уже. И это станет предупреждением всем, кто рискнет последовать его примеру. Почему мы пытаемся капитана Норкмену живым? Правда, это... Ой-ой-ой, беги-беги-беги. Так, брус высоко взлетел, поэтому устройте ему жесткую посадку. Хорошо. Класс называется Побитый. Погнали. Следопыт, плохо дело. Брус захватил твою крепость. Я догадался, когда он сырил клинок мне в спину. И тот со спины насквозь прошел. Тут был похож на кровавленный... Извини, я к тому говорю, другие орки знают, что ты, брус, вроде как, подчинил своим повинуйся мне. А он взял и перестал подчиняться. Это произвело на них впечатление. Теперь все хотят служить под его началом. Конечно, не мне указывать тебе, как вести дела, но надо быть... Разобраться с ним побыстрее. И хорошо бы... На выручку? Кому? Что? Он взял несколько ребят в плен. Один из них твой правитель, в этом я уверен. Надо его спасти, да? Где? Идем. Ну правда, выглядело так, будто тебя насадили... Хватит. Как он, крысолов называется? Там три пленника. Иди займись ими, а я останусь тут и разведаю обстановку. Я хороший разведчик. Разведчики обычно идут первыми. И умирают, поэтому я хороший разведчик. Ну, мы на месте. Начнем разведку. Так, я зайду, артефакт возьму, раз уж я тут совсем рядом. Аж семь собрали. Ух, какой перстень. Посмотрим, что это за колечко такое. Так, приложение. Кто-то может считать кольца подобные этому простым украшением, которое носилось на пальце. Но это кольцо принадлежало победителю Гондора. Потомку Хамасира. Филиграйн на нем складывается в узнаваемую печать, которые письма отмечали вместо подписи. Это кольцо может быть последним наследием линии Хамасира. Я знаю, что она прервалась, когда пал Мина Сытили. Семья Хамасира. Я знал их когда-то много лет назад. Сомневаюсь, что они... Что они когда-нибудь еще понадобятся. О, этот чел, умалишенный у меня здесь? Я не знаю... Эээ... Ха, бегите, глупцы. Весьма неплохо, осталось еще двое пленников. Да, ты говорил, что их трое, и один уже на свободе. Я умею считать. О, так тем лучше. Так, короче, когда делаешь вот это изуверское убийство, они, конечно, убегают, это все хорошо. Они у меня все дауны, интересно? Ухе! Что это было? Нах ты пес! Ухе! 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 Тебе, благородный пистолет! Ухе! 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 Сгори, пожалуйста. Ой-ой-ой! Ты чего его-то хватаешь? Офа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа! Да, я в курсе. О, хоть кто-то неумалишённый. Спасибо, что пришёл за мной, а то уже было больно. Да нормально. Остальные-то дауны у нас просты. Ну что ж, выходит всё. Можешь идти дальше воевать на своей войне, а я... Мы ещё не закончили. Брус. А, точно, Брус, он в своей крепости. В своей крепости. У неё много владельцев сменилось у этой крепости. Ох, как мне в ней было славно. Сквозняков многовато, но зато какая перспектива. Ну, я в смысле, там много чего полезного построил. Например, подземный лаз. Да, прорыл подземный лаз. Это я умно придумал. Чтобы можно было выбраться в случае чего. Он нам пригодится. Для чего? Нам же... По нему можно попасть внутрь. Точно. Где этот лаз? В той стороне. Ну, я не уверен. Господи, какой он классный. И чё, я-то всегда смогу попадать в крепости? С возвращением, командир. Ну и каков был твой план? Вызволить ребят? Привезти их сюда и совершить возмездие? Я вижу, ты взял с собой Крисария. Знаешь что? Со мной тут тоже друзья. Да-да. Может, закатим пирожку, покуролесим, выпьем Грогу, поиграем в веселые игры, например. Ну, кто быстрее оторвет руку следопыту. Взять его, парни. Так, я сначала завербую себе пацанов. Брус прав, у нас будет праздник. На нём будет уготовано много-много боли. И, надеюсь, хоть немножко будет от меня. Пламежор 12 уровня. Да ты лох поганый. Сначала мы тебя нарубим кусочками, потом съедим. А затем от тебя останется дымящаяся кучка шраха. Не только у него хорошие действия. У меня тоже найдутся. Захлопни пасть. Время для болтовни прошло. Блин. Ну, быстро ж ты сдался. Сражайся давай. Не подохни только. Ой, стрел-то нету. Тоже тебя вербуем. О, какой ты красавец. Значит ли это, что я взял два по цене одного? Я тебе, я тебе. Я тебе. Я не знаю. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Что у нас минус? Ничего себе. Дудзо безмозглого убили. Ну, давно пора мне не особо нравился. Ага, размен произошел. Какая досада, следопыт. Все должно было кончиться иначе. Но ты меня еще увидишь. Может в этом не сомневаться. А, ты отступаешь? Далеко он не уйдет. Мы отыщем его. И на его примере покажем всему Мордору, что бывает с теми, кто идет против Светлого Властелина. Все, оставайся на тусовке. Как прихажешь, Светлый Властелин. Успел броню подобрать. Эта крепость снова под моим началом. Попытка бунта подавлена. Бунтовщики преданы смерти. И их предводителя постигнет та же участь. Да, он сбежал, как трусливый пес. И их лидер будет скоро переживать то же самое хрень. Ты сейчас держи эту крепость во имя Светлого Властелина. Пусть мои враги не увидят здесь ни слабости, ни пощады. Только несокрушимую мощь моей армии. О, хереть. Ну вот, весь став нам вернули. Офигеть! Видите, у нас почти все тут наши. А, кого мы назначим? 14, 13. Да вы все какие-то лохомоты. О, повара снова вернем. Не, я вот этого сделаю. Тюремщика. Красава мы тут все порешали, однако. Мне прям нравится. Ну что, нужно... Подождите, а что тут тотем у меня появился, я смотрю. Что за фигня? Мы его сейчас расхерачим. Мы же читали про него. Крысарий. Везунчик трус или и то, и другое. Не поймите меня неправильно, я почти уважаю Крысария. Кто бы еще добился столького, почти не приложив усилий. Крысарий либо самый искушенный в вопросах выживания, либо самый везучий орк в Мордоре. Весьма тщедушный по меркам уруков. Крысарий умудрился выжить и даже неплохо устроиться, невзирая на посредственные боевые навыки. Потрясающую недалекость, склонность к самообману, напыщенность и манеры поведения, вызывающие у большинства уроков желание его прикончить. Так, а да, ну все, дальше мы читали. Про Брузы, что тут новое может появилось. В свое время Бруз обзавелся немалым количеством врагов. А во, уже и не узнать, с самого начала Бруз собирался предать Талиона или пришел к этой идее со временем, но ясно одно, он увидел возможности и не смог пройти мимо. И хотя его замысел провалился, Бруз сумел сбежать и все еще способен доставить Талиону немало проблем. Он говорит, I dare you, как ты смеешь. Я это снесу. Ой, а они что, они их все заново возвели? Я же все разрушал. Ну, я у себя здесь хотя бы сломаю. Так, опозорив орка, вы значительно понижаете его уровень, а иногда и сводите его с ума. Есть небольшая вероятность, что жертва станет сильнее и превратится в опасного маньяка. Блин, прикольно, выполните задание Бруза, я пока оставлю это умение, я его вкачаю обязательно попозже. Так, хищная птица. Одно из моих любимых умений. Когда в воздухе сосредоточение тратится медленнее, неплохо. При падении прицельтесь в землю, удерживая... Нажмите, чтобы приземлиться и устроить взрыв. Вот это очень неплохо. Я, конечно, забуду, как это делается. Но вдруг... Офигеть, я камней набрал. Блин, нечего крафтить. Так, меч мы на урон обязательно. Тут на шанс получения. Хотя нет, меч я на восстановление здоровья давайте сделаю. Лук на урон сделаю. Доспехи. Влечение урона вообще на любую атаку. Прям огонь, то что нужно. Влечение максимального здоровья. Так, повышение уровня капитана. Уменьшение получаемого урона. Ну, неплохо. Почти все у нас последние камни стоят. Так, ладно. Что у нас там? Пропажа. Как пройти на... Кресарию что-то от нас понадобилось. Выслушай его, но смотри, чтобы он не отвлек тебя от нашей истинной цели. Ха, да, ладно. Чего кресари-то свой человек, считайте. Так, я сначала монумент этот разрушу. Который тут возвелся каким-то макаром. Ты никогда не думал, что я бы сказал это. Хорошо, что меня не заставили с самого начала восстанавливать... Ой, завоевывать крепость. Так, а, ну мне-то должен... Скорее всего, там не хватит. Ну, сейчас посмотрим. Так, предметы. Ну да, не хватает я. Так и думал. Там можно поближе куда-нибудь телепортнуться к этому квестику? Серьезно, у меня здесь ничего нету? Совсем ничего? Мда, как неудобно. Ну, отсюда, если только идти. Ну, давайте. За неимением вариантов. Через лес. Давно через лес не ходили. Так, там что-то восстает из-под земли. Не хочу выяснять, что. Побегу дальше. О, слушайте, мы давно не допрашивали орков. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ха. Может, передадим угрозы хоть раз? Пригрозит смертью. До какого повышается у него уровень? Неизвестно, до какого у него повышается уровень. Боевой отряд племя бойни. Да че-то мне лениво. Так, ну, пропажа. Вперед, вперед, вперед. Талион, крысарю нужна помощь. Я потерял следопыта. Как можно потерять Алога? Его схватили. Я обнаружил этого гонца у его миски. Как там поговорка про гонца, что принес... Да, всегда убивай таких гонцов. Это многое объясняет. И что он же сказал? Он сказал, если хочешь увидеть своего питомца, приведи этого шрахоеда, выходца из могилы. Прекрати. Прости. Ты же понимаешь, что это ловушка. Конечно, но ты в долгу передо мной и перед следопытом, ведь мы помогли тебе избавиться от бруза. По-моему, все было не совсем так. Но детали можно было обсуждать. Но правда в том, что мы твои ребята. Что другие орки подумают, если ты не заступишься за одного из своих ребят? Он прав. Орки уважают силу. Если мы не отомстим за нападение на наших бойцов, это будет расценено как слабость. Пожалуй, ты дело говоришь. Правда? Ну, то есть, разумеется. А теперь пойдем за следопытом. Пойдем, рейнджер. Ну, веди. Мы снова работаем бок о бок, как в старые добрые времена. Тихо, ты нас выдашь, как в старые добрые времена. Просто как в старые времена. Я артефакт возьму. Приложение? Ну-ка, что это такое? Сказки... Это оно, да? Сказки далекого Умбара. Библиотека Минос Этилия не сравнится с огромными библиотеками Минос Терита, но все же она крупнейшее хранилище знаний на много миль вокруг. Меня с детства поражало, сколько в ней мудрых книг на любую тему. От летописи до поэзии и старинных кулинарных рецептов. Но моей любимой книгой были сказки далекого Умбара. Повествующие о приключениях пиратов, живших давным-давно. Полагаю, что настоящие пираты не такие благородные, как в сказках, но все же они наверняка не столь жестоки, как орки. Хм, хм, хорошее сравнение, согласен. Когда я стал рейнджером, я думал, что увижу весь мир. Так устроен весь мир, а амбиции борются со скудоумием. Не знаю, это просто так для развлечения. Объективно его можно было не убивать. Так, Крисарий, надеюсь, там сам доберется до нас. Вот он, хваленый светлый властелин. Я так и знал, что этот сопливый говнюк приведет тебя сюда. Брус, я тебе покажу сопливого, что ты сделал со следопытом. Заткни пасть, это дело касается только меня и выходца из могилы. Ну так спускайся и покончим с этим. Не-не-не, это только начало. Первонаперво мы сделаем тебе больно. Если кто-то из моих ребят убьет тебя или эту сопливую крысу, тем лучше. О, белые эти. А если нет, ну тогда начнется настоящее веселье. Реал фан, Старкерк. Да-да-да-да-да. Ебала, закрой. А я не могу завербовать эту скотину. А я не могу завербовать эту скотину. Так, мне надо, чтобы вы подошли все сюда. Вот к этой замечательной бочке. А я не могу завербовать эту скотину. Слабаки. Зажарил вас. Брус, а ну вернись, ты гнилой кусок шараха. Он ушел, но мы его еще увидим. Ну и хорошо, потому что я с ним не закончил. Послушай меня, мы найдем следопыта. И разберемся с Брусом раз и навсегда. Ну, я не собираюсь просто сидеть и ждать. Я переверну все камни в Мордоре, но отыщу его. А как это еще? Ты узнаешь об этом первым. Хорошо. Брус это только начало. Чем больше власть у нас будет, тем больше будет проявляться претендентов на эту власть. Но мы их поубиваем? Нет, из него нужно сделать пример, иначе все займут его другом. Мы их тоже поубиваем. Зачем убивать в бесчестных претендентах, если можно сломать одного, чтобы остальные не совпались? Мы здесь за тем, чтобы победить в войне, а не в твоих политических играх. В Мордоре одно неотделимо от другого. Да, он тебе дело говорит, однако. Чем больше Брус будет жить, тем больше орков встанет под его знамена. Знамена с девизом «Убивай всех подряд», но ты прав, с ним надо покончить. Ну-ка, здесь у нас что? Испытание Гули, не хочу никакие испытания выполнять. Опа, тотемчик. О, ничего, вы видели, как он сиганул вверх? Охренеть. Ну ладно, посрать на это все дела. Отравленная дорога. Чтобы начать от задания, у вас в Кири Тунголе должно быть три капитана-сторонника. Кири Тунгол? Это что такое? У нас вообще открытая локация. Это Нурнен. А что за Кири Тунгол? Мы туда переместиться еще даже не можем. Так, стоп, я куда-то мышкой навел, там было написано то, что мне нужно. Вот, Кири Тунгол. Ну давайте здесь нафармим всего, чего нужно. А, ну я не могу переместиться, потому что я в режиме боя. Я-то думаю, что происходит? Ну, что, пофиг. Сейчас я выберусь из этого места с сигнализацией. Ну, выбегают, выбегают. Да посрать на них вообще. Так, ну че, идем фармить тогда этого товарища. Все, быстрое перемещение. Я думаю, сейчас мы как раз себе завербуем парней, пацанов. Может быть, успеем на заданице сделать. Посмотрим сейчас. Так, давайте посмотрим, сколько у меня всего здесь сторонников. Так, ну у меня здесь даже что-то захваченное есть. Крепость единственная, я не захватывал. О, хорошо. Давайте армию чекнем. Ой, не то. Не то, не то. У меня кто-то здесь должен быть по-любому. О, я помню этого чувака из меда. Я даже кого-то здесь убил. Так, в общем, у меня здесь всего один чувак. Всего, мать его, один. Крепость всего 85 уровня. Да я ее, блин, как нихер делать возьму. Давайте качнем этого товарища. Поздравляю с почином. Еще на 5 уровней мы его качнем. 29-ый. Ну я его где-то до 30 какого. Еще можно? Так, ну все, ты теперь самый сильный чувак здесь. Блин. Его можно было легендарным просто сразу сделать. Я что-то подзатупил. А давайте по фану накопим вот эту 20-ку. И кого-нибудь сделаем легендарным. Что бы нет. А этот у нас просто здесь самый сильный будет. Так, ищем, ищем, ищем. Кого бы, кого бы захватить, завербовать. Хотя я быстрее так куда-нибудь прыгну. Где есть какой-нибудь экшен. Неизвестный капитан в этой области. Быстрое перемещение недоступно. Ну да, меня тут просто палят все, кому не лень. А сейчас доступно? Опа, вот здесь есть. Как раз уж я дошел. О! О, где ты? Он не придет в воду. Он не придет в воду. Блин, я его убил случайно. Бояшка, интересно, что он говорил Все в страхе бегут Надо было подождать, пока он размёрзнет И спокойно его завербовать О, огнестойкий Надеюсь, тебя я хоть завербую Человечье отродье Видишь этого орка? Ты ему не нравишься Я тебе больше скажу, он тебя ненавидит Он тебя убьёт, а я буду на это смотреть Кузнец Ну, подходите, выблитки Завербовать Так, отлично Так, отступай пока, сходи, передохни Тоже хочешь попробовать? Минус два Так, продолжаем Наш рекрутинг В наш крутой стартап О, подойдёт Отступай, иди-ка с шарой Чё, у меня всё, у меня Стрелы закончились Ха, ну ладно Чё, неужели мы на это задание накопили уже? Ну давайте пойдём в его сторону А, это задание? Не, я не хочу брать Я думал так кого-нибудь по пути выловить Чё-то никого нету Ну ладно Ммм, блин, тоже никого Отравленная дорога Брус захватил ваших сторонников и отравил их Спасите их, пока они не умерли от яда Мда, ну давай Там, наверное, вот эти трое как раз именно и в плену будет обидно Если умрет тот, кого мы качали до двадцатого какого-то девятого Ну потому что мы в него вложились в конце концов Он один из самых сильных орков здесь по уровню на карте Следопытам, надо поторопиться, следуй за мной Дай угадаю, ты получил ещё одно послание от Бруса Да, и новости тебе не понравятся Брус поймал нескольких твоих парней и отравил их Он дал понять, что если ты не поторопишься, они умрут Его надо остановить А пока ты с этим разбираешься, я буду дальше следить за Брусом Кресарий выходец из могилы Мы отличная команда Потому что я поставил своё имя вперёд твоего Будет выходец из могилы Кресарий Так лучше? Без разницы Как тебе, дружище угодно Ну-ка Чё это за список такой параметры? Ой, какие параметры Чё это я? Приложение Так Артефакты Боевое построение Гондорская предпоч... Эээ... предпочит... Гондорское предпочитательное боевое построение с вариациями Эта схема, демонстрирующая варианты расстановки армии От передовой линии пехоты до походных кухонь и возниц в арьергарде Когда я её изучаю, я постоянно поражаюсь тому, сколько же мелочей учитывают Снаряжая армию на войну Вплоть до количества сапожников и кузнецов на каждую колонну воинов Все эти вопросы снабжения представляются чем-то будничным Пока ты не оказываешься в осаде, где за каждый паёк идёт драка Вот тогда уж по-другому смотришь на логистику Чё у меня там по предметам? Лук какой-то выпал Тридцатый, да, ну нахер Стрел в нём больше, но он по урону хуже Структура Гондорской армии от генерала-домечника Эту структуру орке разрушат сразу же, как только вступят в Гондор Ха-ха Давай, крысаря, веди Мы на месте Ты занимайся своим делом, а я займусь своим Тоже важным и героическим Ты не можешь спросить twice Ха-ха-ха Я не ожидал Ты не хочешь Продолжение следует... 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 Так, прицель... Ну, подчинение стень неплохо. Бесплатно причем, кстати. Прицельте все врага и нажмите Е, чтобы мгновенно приблизиться к нему и подчинить. Неплохо, неплохо. Призыв сторонников. Время... В меню армии можно назначить одного из капитанов вашим телохранителем. Призванные воины становятся более сильными. Ну, не знаю, пусть это будет без разницы, наверное. Особо-то. А тут какие альтернативы вот этому удару из тени есть? Притяните отмеченного врага к себе и убейте. Не надо. Так, последовательно поразить несколько врагов. О, вот это бы мне пригодилось. Да. Эта штука пополезнее будет, однако. Так что я вот эту отключу, потом вот эту возьму. Она более интересная. Так, чё там? Обнаружение. Я думаю, что обнаружение давайте мы в следующей серии сделаем. Это закончим. Она и так час 20 получилась. Неплохая по своему объему. Так что я благодарю всех за просмотр. Мы, ребятки, увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok